Максиму три годика, но твердо стоять на ногах он научился совсем недавно. Врачи поставили ему тяжелый диагноз и каждый шаг был как марафонский забег, в котором теперь мальчик никогда не поучаствует. Максиму врачи ампутировали обе ноги выше колена после того, как их отрезало трамваем. Там было все раздроблено, потому насколько можно было, хирурги сохранили, но, к сожалению, это получилось на одной ножке нижняя треть бедра, на второй ножке верхняя треть бедра. Он еще не совсем все это понимает, конечно, да, мы так пока щадим его. В больницу Максим отправился после родительских посиделок у друзей. По словам его мамы Виктории, они с семьей, возвращаясь домой, ждали автобус в районе остановки Мясоперерабатывающий завод. Здесь люди ютятся на паре квадратных сантиметров между автополосой и трамвайными путями. Высматривая подходящий номер маршрута, мама, папа и Максим не заметили трамвай, который, по словам интернет-пользователей, ставших очевидцами аварии, приближался, но очень быстро. Кстати, пассажиры трамвая говорили, что некоторые остановки, где не было пассажиров, они буквально пролетали. Водитель спешил домой, поэтому несся в депо со всей дури. Последнее, что я помню, это и звонок, сигнал трамвая и удар одновременно. Однако у ГАИ другая информация. Мужчина 30-летний со своим ребенком трехлетним переходили дорогу, по первичной информации, в неустановленном месте по трамвайному полотну. То же самое сказали нам и в Одесс-горе электротрансе. И добавили, папа Максима, похоже, был сильно пьян. А то, что семья именно переходила рельсы, следует из места удара трамвая. Поступок неадекватный. Перебегать, видя, что идет трамвай с включенными фарами. Если бы что-то было, то это было бы справа. А удар был с левой стороны, это зафиксировано. Но Максиму, наверное, не важно, как это все случилось. Теперь ему для счастья нужны не машинки и солдатики, а 1700 гривен в день на поддержание стабильного состояния. А его маме единственной в семье, кто после аварии может передвигаться. Терпение и сил. Ему сказали, нельзя меня видеть, потому что это будет для него большая травма, потому что я не могу находиться постоянно в реанимации, я буду вынуждена уходить. И он будет видеть, ему будет очень тяжело. Вот я была сейчас, он начал просыпаться, и я буквально уползала. Даже тупо меня не видела. Максим проведет еще неделю в реанимации, а потом отправится в травматологию. Если вы хотите помочь трехлетнему малышу, свяжитесь с его мамой Викторией по телефону, который вы сейчас видите на экране. И, может быть, мальчик хоть когда-нибудь, шурша волнами, сможет пробежаться по Одесскому побережью. Ксения Ноздрова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.